Хеллоу, ребят! Сегодня рассказываю про мотивацию к учебе, возможно ли ее вообще сохранить за год подготовки к экзаменам, когда все наваливается, и куча экзаменов впереди, репетиторы, домашние задания, подготовка к последнему звонку, к выпускному, и все это в один год. Возможно ли остаться человеком, сохранить мотивацию и идти к своей цели размеренно, понятно и уверенно? Сейчас разберемся, поехали. Я веду речь о внутренней мотивации, о личном желании чего-то достигать, а не о внешней мотивации, когда тебе дают пинка или морковку, держат впереди, чтобы ты за ней бежал. Делают какие-то третьи лица, а не ты сам. Так вот, как остаться человеком и желать учиться, когда на тебя все наваливается и очень стрессовая ситуация в течение 11 класса? В желании и в мотивации есть несколько составляющих. Это мечта, когда ты формулируешь для себя что-то и хочешь идти к этому, хочешь получить это. Оно должно быть немножко недостижимой, для того, чтобы было больше кайфа ее достигать, потому что если ты ставишь цель, я ставлю себе цель пойти и попить воды на кухню. Это не особо мотивирует, правда? Это некоторое самоопределение. В 11 классе, конечно, не каждому это дано, и не каждый может понять себя внутри, понять, что ему нужно, к чему он хочет идти. И, кстати, возможно, это не поступление в этом году, да, я сторонник идеи gap year. Ставлю ссылку на это видео внизу, может быть, вам будет интересно узнать, почитать об этом явлении подробнее. То есть, по моему личному убеждению, вовсе не каждый должен поступать сразу же после 11 класса, потому что, по факту, не у каждого есть эта мотивация, есть истинное желание стать архитектором, стать проектировщиком, стать учителем. Второй пункт в долгосрочном желании делать что-то — это кайф. То есть ты должен получать удовлетворение от небольших шагов, которые ты делаешь к своей мечте. Например, онлайн-игры, в которых зависают, ну, очень многие ребята, и в 11 классе в том числе, онлайн-игры, какие-то соцсети, какие-то интересные блоги, которые вы читаете. Вы ведь не чувствуете никакого эмоционального выгорания, правда, от них? Вы читаете, читаете их с удовольствием, можете читать их сутками, то есть вы зависаете в компе, в телефоне сутками, и день ото дня вы получаете кайф от того, что вы делаете, без эмоционального выгорания и каких-то других факторов, которые вы скидываете на обучение, например, да, вот я устал учиться. Это происходит, потому что вы не получаете какого-то фидбэка эмоционального, какого-то кайфа. Здесь, в этом плане, вам, конечно, в идеале поможет преподаватель. Если вы занимаетесь репетитором, важно подобрать его под себя, я всегда об этом говорю, это тоже идея, которую я продвигаю. С вами должен быть человек, которому вы доверяете, который профессионален, он качественно вас готовит, он знает. К чему он вас ведет, и часть мотивации должна исходить от него лично. Преподаватель, который толкает вас на работу, он с каждым новым шагом, с каждым новым приобретением в ваших мозгах, с дополнительным знанием, он говорит, молодец, у тебя получается, иди вперед. Иди вперед, и дает адекватную нагрузку, которую вы выполняете, получаете удовлетворение от того, что вы поняли тему, и это вас толкает на новые совершения, на новые, на новые, на новые совершения. То есть такое поэтапное движение, это должна быть какая-то методика, подходящий преподаватель, подходящие курсы, тестируйте, не бойтесь тестировать, я всегда об этом говорю, тестируйте подходы к обучению. В этом фишка. Еще одним пунктом такой долгосрочной мотивации и желания учиться является команда единомышленников. Когда рядом с вами находятся ребята, которые объединены общей целью вместе с вами, это реально толкает вперед. Вы общаетесь на одни и те же темы, вам интересно одно и то же, вы находитесь на одной волне и идете к одной цели. Это очень мотивирует. В этом случае вам помогут многочисленные сообщества, группы по интересам, группы подготовки к ЕГЭ, ведь мы с вами говорим о выпускном классе. Где ребята общаются, делятся своими проблемами, теми, которые близки вам. Это окажет вам необходимую эмоциональную поддержку и подтолкнет вас двигаться дальше. Потому что зачастую родители не могут ответить на все вопросы, которые интересуют именно вас, а ребята, которые находятся на том же уровне, что и вы, помогут вам во многих вопросах. И в целом, к слову, об окружении стоит избавиться от тех людей, которые внедряют в ваш мозг вот эту негативную мотивацию. Ты дурак, ты дебил, ты не сдашь, не поступишь никогда. Ограничьте себя от общения с такими людьми, которые внушают вам идеи, которые вас совершенно не двигают к достижению вашей цели и к улучшению вашего результата. Еще одной составляющей долгосрочной мотивации является планирование. Не самая моя сильная черта, но очень помогает, особенно когда график такой насыщенный. И, наверное, это единственный выход, когда очень много репетиторов, очень много заданий. И в таком случае планирование вашего времени, планирование времени отдыха и времени на учебу даст вам прогнозируемый положительный результат. То есть, когда вы будете понимать, что сейчас с трех до четырех я буду отдыхать, буду делать все, что захочу, это дает вам дополнительный стимул сделать задания быстрее, выполнить их. Вы испытываете удовлетворение от выполненной работы, и далее вас ждет отдых впереди, планирование. Еще один ключик долгосрочной мотивации. Итак, теперь по пунктам составляющей долгосрочной мотивации. Первое. Мечта большая, к которой вы будете идти искреннее. Не мечта мамы, папы, дедушки, бабушки, чтобы вы стали врачом, стоматологом. Ваше истинное желание достичь чего-то. Почитайте про идею GAPPEAR. Возможно, она подойдет вам именно сейчас. Второе. Это удобный и подходящий именно вам вариант обучения. Онлайн курсы, оффлайн курсы, личный, частный репетитор и подходящий именно вам специалист. Следующий пункт – это команда единомышленников. Люди, которые будут окружать вас, и вы будете объединены одной целью. Это толкает на работу. Следующим пунктом является отсутствие негативной мотивации, отсутствие людей, которые будут вас принижать, унижать и говорить, что у вас ничего не получится. И последним пунктом успешной, качественной, радостной подготовки в течение года является планирование. Планируйте свое время, и это также принесет вам радость бытия, а не эмоциональное выгорание и желание уже закончить все побыстрее и свалить из школы. Пожалуй, все, что я хотела бы сегодня вам сказать. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Ставьте лайк, если да, подписывайтесь на канал, на мои соцсети, ссылки на них внизу. И, кстати, идут наборы на мои курсы ЕГЭ, годовой курс, ОГЭ, годовой курс, ЕГЭ для преподавателей. О них также вы можете прочитать на моем сайте egml.ru и в соцсетях. Спасибо большое за внимание, всем 100 баллов на ЕГЭ. Пока!